Абхазия в советское время занималась не только размещением отдыхающих, но также много производства, много было промышленности, в том числе, допустим, на берегу возле Питсона был торпедный завод, который мы к с вами сегодня и посмотрим. Кран раньше был, то есть тут стрела была, это КРАС какой-нибудь, а эта тачка тоже была. Здесь появилась возможность спрятаться от этого свежести и снега. О, смотри, газированные напитки. Есть кого-нибудь 25 копеек? Зашли в один из корпусов. Темно всё. Теперь разруха. Слушайте, это план моря был когда-то. Прикольно стоит. О, он ещё перевозимый. Возможно, тут актовый зал какой-то. Странная планировка. Нет, тоже какие-то архивы, что ли. Сто прикольные эти из стеклопанелей. Как их назвать правильно? А, они ещё такие П-образные, те друг друга зацепляются. Походил склад какой-то был. С унитазами и электрикой. Стой. Стой напряжение. Склад табличек нашли. А это потолочная панель. Декоративная причём. Кажется, мы нашли секретный проход в мистический лес Абхазии. Как симпатично всё заросло. А, тут библиотека. Закрошь тазу на дверях. Тут по фототрочке немножко. Куча-куча книг осталось. Видите, справочник 78-го года. Для поступающих в среднее специальное учебное заведение. Понятно, что это уже маленько не актуально. О, тут какие-то есть более интересные. Внешние электроснабжения предприятия. То есть, планы и проекты. Ага. С самого корпуса. То есть, это уже как бы... Ничего секретного тоже в этом нету. А это что? Предприятие ПЯ-А-7427. Как я знаю, спецификация. О, вот эту книжку надо посмотреть. Промысловая гидроакустика и рыболокация. Прикольно. Хочешь почитать? Техно-рабочий проект на отопительный... Прочвигня какая-то. Для Абхазии довольно неплохое сохранение стола номер 12. Неплохой сохран. Тут даже целые стекла, стены все еще не поросло. Это очень, очень прикольно. Все видимости, кабинет человека ответственного за безопасность. Который изучал на досуге математику. Сам завод находится прямо на побережье. От, в общем-то, у пляжа его теряет естественный забор. Но, тем не менее... Тем не менее, он находится фактически на побережье. То есть, там, где отдыхали люди, от 20 метров проводили испытания торпед. Довольно необычное расположение. Оно было необходимо, потому что в таком предприятии мне нужен выход в море. К морю. Таким рассказал для проведения испытаний. А они тут проводились. Территория довольно обширная. То есть, в советское время просто заняли кусок, большой кусок побережья под завод. Это довольно странно. Всего около десяток корпусов различных назначений. В том числе, технические, инженерные, административные и бытовые. Часть из которых сейчас как-то используется. Именно благодаря этому удалось сохранить то, что мы сейчас с вами видим. Значит, это уже все изменило. Было распилено. И с датами этого головы. Что это? Что это? Непонятная комната. Шумоизоляция. А! Странно. Что там писано? Какое дело? Берсак рабочий. Тильфон сделал. Освещение над столом. Какие делали на ящики. Ох, не знаю. Какие двери ящики. Ох, не знаю. Какие двери ящики. тут есть фотографии старые фотографии возможно абхазии так делать я вам показывать не буду нельзя тупо 5 месяцев заочит не такое было другие столы смотреть какое-то круглооснование по середине интересно для чего очень круги от долгарок вот эта штука напоминает как будто эти дырки надо просовывать руки герметично там здесь заработать чем выше мы поднимаемся тем становится более влажным все это следствием протекающей крыши которая по всей видимости уже протапливает далеко не один этаж и если внизу еще более-менее все сохранилось то на верхних этажах гниет все что может гнить и не может еще два этажа на верхних этажах в основном были лаборатории стекают кабинет в котором трудилось несколько сотрудников каждый из которых была своя задача и свой лабораторный стол передо мной две двери я в сомнении в какую жизнь пойти слева у меня начальник отдела номер 51 начальник это важно справа у меня очередная лаборатория вы скажете ну и что тут куча лабораторий уже было ты видел зачем идти но это вам на котовом замке значит там что-то более серьезно так лайк налево комментарий направо решать я бегло заглянув начальнику и расстроился единственное что начальнику был хороший вид на морское побережье на порт поэтому пойдем секретную лабораторию с кодовым замком сам весный этаж и тут еще больше всего него а еще на полу офис какой-то линолеум лежит непонятный я на самом деле он довольно понятный по специально здесь лежит чтобы его можно было мыть вот но они не учитывали что когда-то будет протекать крыша все будет в грязи и ходить будет очень сложно поменялось у него концепция стала другие появились и лабораторий но все сгнило верхний просто сгнил ел двери уже разваливаются ты ничего сохранилось ничего тут были многие другие лабораторий другие шкафы стоят на печи больше похоже самое приятное в таких местах выходить на крышу все равно приятно очиститься на свободе вот лифтовое помещение двигатель самое главное уже обмотку медную уже сняли у нас сам механизм еще остался и лифт видимо где-то висит на крыше образовался небольшой бассейн это говорит в как бы это плюс и и с одной стороны минус другой потому что если образуется пассиве значит крыша еще не когда конца протекает она может держать воду с другой стороны она из-за того что что происходит интересная комната с непонятным вот это уже не родной естественно а вот этот девайс тут стоял и тут был как смотровая площадка смотровая вышка небольшая интересно что там осторожно вопрос электричество тут просто по лестнице а вот теперь о серьезном знаете какая главная проблема абхазских забросов это не природа это не гниль это не то что все разрушается заброшено это мать его коровы корова насрала на крышу торпедного завода она забралась сюда на седьмой этаж прошла через день чтобы нарсать здесь на крыше торпедного завода это как вообще твою мать как она сюда пришла что она здесь искала зачем это надо почему он и навалил такую огромную кучу именно здесь я короче шоке очень-очень гнилое дк него это безобразие я бы сказал вы там какая-то комната посмотреть охота что-то как-то пройти и я пробрался на раму вставать и здесь выход откуда мы вышли у меня у меня у меня у меня очень живописно Дождей Как давно я дошел Вхлодила всю кухню Я так понимаю, помимо столовой Тут еще были другие комитеты Может какая-то местная администрация Отвечающая за хозмужды предприятия Типа красного уголка, быстрый потолок Здесь скорее всего идут файш плиты Может это был какой-нибудь кабинет директора Небольшая Все такое, десстроено Топерный завод Волденбократная история Сей фурен Не одно успешное испытание Но тем не менее я его не вижу В испытании капитализма Туризм И войной И развалом СССР Ну тут файш потолок был На стенах были обивка Походу дело Был небольшой антидор Сосна прорастает в здание Не сосна, а не пихта Даже не пихта А не пихта Может они ветки все опавшие Не зеленые Что за парад? Слушай, а это не мог быть маяк? Такая источник маяка Светильник Тот же это? Да, типа того Похожий Как раз поворачивается И в сторону моря направлено Тут охрана Палец уже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok небольшой портовый кран сюда мог подъезжать состав чтобы перегружать с корабля сразу же состав а И на этом мы, собственно, заканчиваем осмотр торпедного завода. К сожалению, в все цеха попасть не удалось, но смотрели, даже то, что смотрели, уже много. Это, кстати, Барбарис. Нет, это не Барбарис, не стоит такое есть. В общем, надеюсь, вам было интересно и любопытно. Обязательно ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Возможно, вы когда-то отдыхали в Питсунде и видели этот цех. Может, даже не знали, что внутри хотели посмотреть, то точно с вас лайк.